Здравствуйте, дорогие друзья! Это разбор трудных мест и трудных вопросов для библейского портала «Экзегет» и с вами священник Иоанн Тераутс. Сегодня мы зададимся с вами вопросом. Дело в том, что в одной из базилик Рима находится знаменитая статуя Микеланджело, изображающая Моисея с рогами. И мы задаемся вопросом, почему у Моисея рога? Ведь рога в нашем с вами представлении культурном это что-то очень плохое. Это что-то, что нас с вами отождествляют с животными или с дьяволом. А тут у Моисея рога. Дело в том, что это трудности перевода на латинский язык. Вы знаете, что есть такой перевод, канонический перевод на латинский язык. Это вульгата. Вульгата в переводе с латинского всеобщая. Сделан был этот перевод иеронимом стридонским с использованием старо-латинского перевода. Но вот еврейского языка, к сожалению, наши с вами древние предки не знали. Знали греческий, и поэтому основой для переводов почти что всех текстов Священного Писания до определенного времени был именно греческий текст септуагинты. Так вот, еврейское слово «карнаим» было переведено как «карунта» или «рогаты». Дело в том, что это еврейское слово имеет два перевода, и в том числе «рогаты». Дело в том, что это 34 глава исхода 29 стих. «Когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали откровения были в руке у Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним». И эта ошибка втерлась в латинский текст. Поэтому на западе Моисея стали изображать с рожками. На самом деле, неким таким исправителем данного момента был один из раввинов, который, как раз-таки давая комментарии на Танах, то есть Пятикнижие Моисеева, пояснил, что здесь речь идет не о рогах, а здесь речь идет о свете, который излучало его лицо. Поэтому впоследствии, с течением времени, рога на голове Моисея стали превращаться в две такие шишечки. Есть еще одно интересное толкование западное на то, почему Моисея изображали с рогами. Дело в том, что в израильском обществе рога считались чем-то таким важным и возвышающим человека над другими людьми. Это было связано с тогдашней культурой. Например, даже у жертвенника в скине были так называемые рогазы, которые можно было схватиться, и тогда невольного убийцу не могли настичь гонящиеся за ним и убить его. И он мог отправиться спокойно в город, в так называемые города-убежище, где прожил бы какое-то время, пока не умер бы первосвященник. Так вот, есть толкование, связанное с тем, что это показывало высоту Моисея над остальным народом. Есть и третий вариант толкования на это. Это тоже один из западных средневековых толкований предполагает, что Моисей сходит с рогами для того, чтобы показать, что он все же как-то приближен к животному миру. То есть он человек, что он настолько от общения с Богом преобразился, что без этих рог или без этих рогов он бы представился людям как ангел или как само божество. И дабы исключить поклонение ему, вот таким образом у него выросли рога. Но, конечно, мы с вами сейчас пришли к выводу о том, что это все трудности перевода, а не конкретная и адекватная экзегеза на данный текст. Храни вас и Господь. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok